Играет музыка Одна из очень горячих, очень горячих тем в начале обучения молодежи. И этот реферат, эту информацию представляет Алина Анатольевна Медведева. Бог повелел нам учить молодежь, чтобы они в дальнейшем были, ну и стали лидерами. Молодежь, ну, она сейчас как бы стоит на распутье. И очень тяжело, ну, им бывает, ну, наставить их, им необходимо наставление. Им необходимо воодушевлять их, ну, цели должны быть, молодежные служения какие. Заложить в них качества и характеристики взрослого христианина. Познание Христа и рост в Слове Божьем. Залечить раны детей. Многие дети, они, им, может быть, там не хватает, вот сейчас у них как бы переломный такой момент в жизни, когда им не хватает родительского больше внимания. Может быть, они очень придирчивые там к чему-то, там, ну, к своим учителям. И им нужно наставлять их и, ну, давать им такие скидки, потому что, ну, дети формируются и они растут. Также одна из главных целей, по моему мнению, это христианское хождение перед Богом. Чтобы это хождение стало для них образом жизни. Сейчас, как бы, молодежь ищет себе некий такой образ, кому можно подражать. Допустим, у меня было такое. Я хочу, чтобы я была идеальная. Я буду, вернее, идеальной, если у меня будет, допустим, голос, как у Тони Брэкстон, волосы, там, как у Марлин Монро или что-то такое. Ну, я думала, все, я буду идеальной. Ну, вот этот образ, ну, ну, совсем вообще не совпадает, да? Ну, не очень хорошо, если я буду именно подражать таким людям, там, манероповедением. Мы откуда берем, там, смотрим телевизор, читаем разные, там, журналы, газеты. И очень много всего, ну, нехорошего и негативного. И мы, как бы, молодежь, что все это воспринимает, вот, и довольно-таки часто использует. И хорошо было бы, если бы образ был не какой-то Марлин Монро, а именно Христа, чтобы мы за ним следили, чтобы, ну, ему и подражали. Какие качества должны быть ученика, который верен молодежному служению? Первое. Каждый день он должен жить в осознании Божьего присутствия и водительства, думать за себя, быть особенным, принимать свои решения под водительством Святого Духа, открыто говорить о своей вере и рассказывать о Христе, делиться тем, что он знает о Христе с другими христианами. Многие люди, ну, приходя в школу, даже там, проходив 11 лет, и даже ученики, и учителя даже не знают, что он там верующий, он может там своим поведением даже не показывать, что он какой-то христианин. Ну, очень важно, чтобы от нас, ну, пахло этим христианством, вот, чтобы люди знали, что он какой-то особенный, он христианин, почему он так делает, ну, почему он такой правильный, ну, в какие-то моменты у него там в жизни, ну, как-то он странно поступает. Наверное, наверное, что-то с ним не так. Оказывается, что он христианин. Также, кто имеет, ну, служение разное ведет, сейчас можете оценить свое служение в свете целей и задач. Мы сейчас цели и задачи молодежного служения можем разделить на три группы. Первой этой группой будет ученики и студенты, педагогический коллектив и родители. Нужно предоставить студенту, ученику необходимы познания и возможности. Какие возможности нужно предоставить студенту? Это поклонение, это дать возможность выразить себя в поклонении, наставление, товарищество. Ну, очень необходимо, чтобы у ученика и у студента был, ну, друг, который мог там их, ну, как товарищ, который мог подсказать, там, наставить. Евангелизм, познакомить каждого с Христом и служение. Очень-очень хочу подметить то, что служение – это одно из важнейших качеств, которые должны преследовать молодежные служения. чтобы каждый, каждый ребенок мог выявлять себя и показывать, ну, молодежным служением, чтобы он чувствовал себя частичкой церкви, чтобы он чувствовал, что он нужен, чтобы он чувствовал, ну, и полностью отдавал себя церкви. Это очень необходимо, ну, по моему мнению. Также вторая задача – это педагогический коллектив. Также те, которые люди обучают, они и в дальнейшем должны обучаться сами. Обучение сотрудников первое, набор студентов, набор сотрудников, организационная структура, должны придумывать, должна быть организация, которая должна придумывать там различные молодежные служения, их там, организовывать. И четвертое – это встречи сотрудников, тоже необходимы для того, чтобы обговорить проблемы, обговорить, ну, чтобы все обговаривать. Также третья группа – это родители. Мы должны помогать родителям развивать отношения между родителями и учителями, это тоже необходимо. Также программа для молодежной служения, она должна быть с определенным направлением. И, ну, очень хорошо, что эти… На определенном… Короче, первое – это создание примера. Нужно больше не говорить, а показывать в деле. Обучение должно быть активным и практичным. Если мы будем говорить все монотонно и никак не разбавлять свое служение, то не будет особой тяги детей, чтобы они приходили и слушали просто монотонную какую-то речь. Им необходимо, ну, больше активности. Также размышления. Нужно размышлять над библейскими сюжетами. Это тоже необходимо. Евангелизм. Последняя заповедь Христа была – идите и научите. И мы должны объяснить детям, чтобы они шли и говорили о Христе всем, ну, всем своим знакомым, всем своим друзьям. Примножение церкви – это тоже необходимо, чтобы не просто дети приходили, которые там… Многие дети ходят по несколько лет просто, как бы, просиживая церковь, но чтобы они еще приводили с собой, ну, друзей, которые… Ну, тоже своего рода евангелизация, чтобы они могли послушать о Христе, кто он такой, тоже общение. Также необходимы и большие, и малые группы. В больших группах очень… Ну, когда молодежь собирается все вместе, не происходит такого общения, как происходит на малых группах. Малые группы, они намного сближают людей. А когда собирается шесть человек и… ну, шесть, семь, восемь человек, ты можешь, как бы, узнать каждого человека, с каждым пообщаться, он может предоставить, может что-то сказать, вот. А когда собираются большие группы, ты все равно всех не узнаешь, когда ко всем не подойдешь, со всеми, ну, не познакомишься. Это, как бы, ну, возможно, но непрактично. Привет, как дела? Ну, совсем это банально будет. А когда малые группы, ты и узнаешь людей, и изучаешь лучше Библию, ну, она больше воспринимается, никто тебя не отвлекает, никто тебя не толкает. Также направлением должно быть и формирование студентов, потому что люди бывают разные, и у них разные, как бы, уже степени, уже многие есть начальные степени, а есть также степени, которые уже люди уже стремятся быть лидерами, и для них уже, ну, совсем уже будет непрактично рассказывать, там, кто такой Бог, там, и что там, для чего он нас создал. Как бы они это уже все знают, и они хотят уже вперед стремиться, вот. Вот, и уже, ну, необходимо создавать такие группы, чтобы научать людей, и чтобы они правильно тоже обучали, тоже, ну, чтобы они практиковали, создавали свои группы, и, ну, практиковали. Построение взаимоотношений, а также необходимо построение чувств. Мы должны поощрять, ну, наших учеников, наших студентов, должны показывать, что их любят, что они нужны и важны нам. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Как мы можем разнообразить свое служение, молодежное, разнообразие? Это рисование, творческое письмо, разные дискуссии, драматические постановки. Можно использовать разные там интервью, можно чем-то там придумать, сценки какие-нибудь сделать. Это будет довольно-таки интересно и необычно, и, ну, как бы будет хорошо. Также музыка, устные презентации, загадки, игры, исследования и смешанные формы. Можно там сделать какие-нибудь экскурсии, выезды куда-нибудь, разные выставки. Как же, ну, нужно учить? Нужно тоже учесть несколько методов, как учить молодежь, и, ну, именно как нужно учить ее. Нужно начинать постепенно. Нельзя там, допустим, молодежи все свои мысли, эмоции прям сразу все выпалить, все, что там, ты знаешь, как бы они все это, ну, не воспримут всю эту информацию. Давать четкие указания. Нужно выбрать лидера и ведущего. Нужно планировать разумно время, поддерживать своих учеников, предоставлять ученикам самостоятельность. Нужно им дать возможность выразить себя. Приготовить материал заранее. Дать возможность ученикам поделиться результатами. И нужно быть твердым в своих оценках. Обучение молодежи, оно обозначает, ну, помощь личности возрасти во Христе. Молодежные служения, они, как бы, бессмысленно, без молитв. Вот. И нужно за это молиться. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok